Как это футбол? Явные, неявные? Ну и вообще, в целом, твой настрой каков? Насчет игр. Получается, игры выдались очень тяжелые. Особенно против протасов. У меня все такие были очень... Счет 2-1. И со многими там у меня начиналось с кем-то вообще с 0-1. То есть проиграл первую игру и потом приходилось тащить. То есть вот именно с протасами выдались самые сложные игры. И, наверное, выделить можно нейтрона, потому что он отчасти халявил. Ну, то есть вообще, конечно, протасы знали, что я как-то немного пассивничаю, не рискую. И поэтому выходили, скажем так, немного через халяву в быстрой технологии. И за это меня наказывали. Вот. И получалось, что я, ну, в общем, проседал очень сильно. То есть как экономически вперед никуда не уходил, так и по технологиям отставал. Вот. Поэтому каждая игра была очень тяжелая. Вот. И еще раз, какие там дальше вопросы были? Потому что я сейчас что-то задумался. Ну, кого из игроков ты мог бы выделить? Кто из игроков, ну, кого ты опасался? Кому ты готовился заранее, может быть? Ну, естественно, кроме хэппи. Ну, я даже к хэппи не готовился. То есть ни к какому игроку я не готовился. Я потому что, когда приезжаю на турнир, если... Ну, точнее, в общем, приезжая на турнир, я стараюсь каждого игрока, то есть, ставить на один уровень. То есть каждый игрок хороший, он может показать свой максимум. Потому что бывают разные случаи, когда кто-то не выспался, кто-то там, ну, в дороге там как-то плохо себя чувствовал. По-разному. Вот. Поэтому стараюсь, как бы, каждому игроку дать максимум и понимаю, что, скажем, будет тяжело играть. Ну, как и получилось, на самом деле, на турнире. Вот. И, как бы, я считаю, что я сделал вполне такую адекватную оценку. Там, пускай, конечно, мои оппоненты ошибались где-то, но в целом получилось все хорошо. Понятно. Клуб, ты здесь второй раз, первый раз приезжал на вторые отборочные, тоже занял второе место. Как тебе вообще удобно сюда добираться из Питера? Из Питера? Жаль, что сейчас не летают прямые рейсы. Питер-Казань, да? Да, Питер-Казань, поэтому приходится лететь через Москву. И, получается, у меня довольно-таки, ну, больше гораздо времени я трачу, чем мог бы лететь, если бы напрямую. По времени вот именно перелетов там 4 часа, получается, где-то, да, или меньше? Где-то так, да. Ну, если самое время полета, то в сумме где-то 3 часа, даже, может, немного меньше. Но просто там пока пересадка, пока регистрация и так далее. Поэтому, получается, где-то полдня уходит именно на дорогу. Вот. Но, в целом, конечно, это все равно хорошо. Я рад, что вообще в нас в России проводятся турниры, потому что, когда ты приезжаешь куда-то за рубеж, ты даже, например, гуляя по улице там, ну, в общем, очень редко встретишь русскоговорящих. То есть, бывает, конечно, приезжают какие-то фанаты, которые живут в другой стране, но вот, а у нас здесь сразу понимаешь, что вот все, кто играют, кто в этой, как бы, теме, они приходят посмотреть, там, поболеть, там, поддержать и так далее. Даже чем-то, может быть, помочь. Вот. Поэтому это гораздо лучше, чем какой-то европейский или мировой турнир. Хоть там, конечно, уровень, призовые, может быть, как бы все выше, но вот именно сама атмосфера, она именно в России как бы лучше получается, более удобная, более приятная. Хорошо. То есть, вот ты хочешь сказать, что в Европу менее удобно ездить и в Россию, в российские, ну, на российские ланы более приятно участвовать как-то на них и все лучше, да? Конечно, да. Потому что у нас, ну, я говорю, как фанаты, да, а также еще и игроки, потому что все друг друга знают, то есть это такие майн-геймс, там, получается, кто кого перехитрит и так далее, кто-то, наоборот, очень перенаглеет. Вот. Этим тоже интересно, потому что приезжая там на какие-то мировые чемпионаты, бывает, что там корейцы, они такие говорят, ну, ладно, там, тираны, все, как бы, достаточно. А у нас, как бы, все знают друг друга, знают именно стили, там, какие-то подстройки, но это другая совершенно игра. Понятно. Ну, ты, кстати, еще упомянул про… там, что игроки приходят, болеют, чем-то даже помогают. Скажи, пожалуйста, вот для тебя поддержка игроков на турнире важна или, в принципе, это просто как приятное дополнение? Ну, я стараюсь на турнирах просто сконцентрироваться, скажем так, немного зажаться, то есть сфокусироваться просто только на игре, поэтому это, да, приятное просто дополнение, но это… я бы не сказал, что так прям сильно влияет, но все равно это приятно. Приходите побольше болеть. Да, с этим, кстати, в StarCraft именно большие проблемы. Ну, небольшие, но народу, к сожалению, не очень много приходит на StarCraft, больше на Dota. Надеюсь, все-таки, что тенденция изменится. Вот, немного отвлечемся. Скажи, пожалуйста, вот ты был до Empire в двух командах, это ROX и FXOPEN. Обе эти команды, к сожалению, не приехали на этот чемпионат. Как считаешь, чем это могло бы быть вызвано? Ну, FXOP, получается, я считаю, что у них просто сейчас, я не помню, кто из игроков, у них большинство просто сейчас получается топовые. Это украинцы и Белоруссия. Лавли, вот. Поэтому им как бы кого-то везти, это получается довольно затратно. Причем у нас здесь конкуренция все-таки очень плотная и тяжело сказать, что кто-то на 100% войдет, например, там топ-1, топ-2. Вот. Поэтому, я считаю, это даже, наверное, было бы не очень целесообразно. То есть, да, как поднятие уровня, но вот чтобы именно окупилась поездка, то это 50 на 50. Поэтому, видимо, организаторы, может быть, конечно, другие какие-то, но вот это, на мой взгляд, что просто организаторы, точнее, оргии команд решили, что лучше не надо, как бы, потому что кто знает, кто займет первое, какие места, вот. Поэтому решили не отправлять. Насчет ROX, здесь не знаю, у них просто был буткемп в Польше, поэтому, может быть, как-то он сказался, потому что отборочные в это время проходили здесь, а они бы находились в Польше, поэтому тоже сложно сказать на 100% почему. Но я думаю, это именно из-за того, что был буткемп. Понятно. Ну, кстати, вот, уходя из The Fox Open, ну, наверное, согласишься ты, что ты на тот момент именно был не в самой лучшей форме, вот на тот момент не отобрался на ВЦС. Здесь ты уже, ну, согласись, конкуренция была, конкуренция была хорошая, и ты уже взял второе место. Скажи, на твой взгляд это сказалась атмосфера и вообще тренировки в новой команде, или ты просто сам был замотивирован на результат и сам как-то подготовился самостоятельно и вот показал такой результат? Здесь получается много разных факторов, которые очень сильно влияют на игру, в том числе, что мы там общаемся в команде, насчет там стратегий, насчет игроков, кто как примерно играет, у кого какие слабости, вот. И, ну, это очень сильно, на самом деле, решает, но просто сам тоже тренировался, как повышал уровень, то есть вот все в купе так вместе получилось, что из-за этого занял второе место. Кстати, Касс на ВЦС сказал, что, ну, как раз тот момент ты именно сделал трансфер в Эмпайр, совсем недавно, я спросил у Касса, ну, вот браток на тот момент не в самой лучшей форме, поможешь ему вернуть форму? Касса посмеялся, говорит, да, конечно, помогу. Было, ну, после этого были кастомы, там, было обсуждение тактик. Помог тебе Касс? Конечно, мы с ним постоянно обсуждаем разные стратегии, разные нюансы, какие-то, может быть, какие-то проблемы, причем у нас бывает, там, чем-то я им помогаю, чем-то он мне, так что это такое взаимное. Но, конечно, больше все равно он помогает, то есть, ну, это очень сильно помогает мне. То есть, всякие разные подсказки, там, и так далее. Понимаю. Так, ну, последний вопрос. Скажи, сегодняшний турнир, как считаешь, ну, грубо говоря, на этот момент пока хватит, то есть, результат тебя устраивает или можно было бы еще чуть-чуть получше сыграть и, ну, вот, взять первое место? Результат, конечно, не будет устраивать, то есть, надо всегда лучше, всегда к чему-то стремиться, потому что, если устраивает, то, значит, на это надо остановиться и все. Нет, конечно, я считаю, что я сыграл не на максимум, хотя мне все равно повезло, но надо брать топ-1 и двигаться дальше. На этом, наверное, будем завершать. Скажи, пожалуйста, передавай приветы кому? Да, ну, всем своим фанатам, конечно же, всем, кто из меня болеет, кто меня переживает, кто мне всегда пишет сообщения там ВКонтакте, в Твиттере, я, конечно, не на все отвечаю, потому что не всегда хватает времени, но я все равно большинство читаю, вот. И, конечно, я хотел поблагодарить наших спонсоров, TCA Gate, Razer и Twitch TV. Все, всем спасибо. Хорошо, на этом мы заканчиваем. От себя хочу сказать спасибо российскому производителю девайсов компании QCyber, которая помогла нам организовать этот репортаж. Всем удачи, всем пока.